Приветствую вас, и вы знаете, если в ситуации, в которой вы оказались сейчас, на данный момент, вы являетесь человеком с высокой самооценкой, то я думаю, что вы давно бы своего мужчину бросили, потому что человек, как бы там ни было, и что бы там ни было, по факту, во-первых, отказался принимать решения здесь и сейчас, то есть отказался делать выбор вашей пользы, что показало его отношение к вам, неготовность его быть с вами в тяжелой ситуации, в проблемной ситуации, в кризисе. Это первое. Второе. Мужчина унизил вас тем, что предложил быть не единственной, что точно для девушки, которая себя уважает и ценит, абсолютно неприемлемо. И даже если мужчина хочет быть с вами, но его традиции настолько сильны, что он не может этого себе позволить, то вам, вам нужно принять объективную реальность, что этого мужчину вы потеряли, ну просто в силу того, что вы, например, вы серьезно надеялись скрыть эту правду от мусульман, людей, которые, в принципе, насколько я знаю, ничего друг от друга не скрывают. То есть вам нужно принять реальность, что в силу своего поведения вы оказались неподходящими для мусульман такого типа. То есть бывают мусульмане разные, да, бывают мусульмане ортодоксальные и неортодоксальные, те, которые, ну, достаточно адаптировались и лояльно относятся вообще ко всему. Вот. И нужно прийти к принятию того, что ваш мужчина на данный момент не идет против воли родителей. Боится, забоится, любит их и так далее. Вот. Хотите ли вы жить с таким мужчиной, еще раз повторю, зависит от вашей самооценки, но отношения ваши фактически уже закончены. Точнее, они перестали быть теми, какими они были, и уже такими, какими были, не станут, в принципе. Вот. Позитивный исход. Позитивный исход. Данная ситуация может быть в том случае, если вы договоритесь со своим бывшим мужчиной, что он скажет, что это все ложь, что, в общем, он был просто на эмоциях, короче говоря, изменит свою точку зрения. Вот. Но вопрос в том, сможете ли вы доверять своему настоящему, текущему парню, и сможете ли вы его простить за то, что он делает, а за то, что он делает, это на самом деле очень оскорбительно по отношению к вам. Это уже другой вопрос. Опять же, зависит от вашей самооценки. Простите его, и мужчина будет подходиться под, например, гнетом вины перед родителями. Потому что ему нужно пройти в терапию, ему нужна помощь в этой ситуации, ему нужна работа в этой ситуации. Там с родительской установки над ним давляют. Вот. Но еще раз повторю. А сейчас мужчина против своих родителей идти не готов. Вы говорите, можно ли ждать? Можно. Но сколько ждать? Вы будете жить вот так вот, значит... Непонятно с кем, непонятно с каким будущим. Да? Вот. И у вас, по сути, нет никакого... Значит... Ну, никакой определенности. У вас, по сути, нет никакого... Никакой стабильности у вас нет. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что в этой ситуации вопрос нужно решать именно с этой позиции. С позиции вашей самооценки. Вот. Вы хотите быть с этим парнем. Вопрос. Для чего вам такой парень? Я не собираюсь ли вы его делить с женой в Казахстане? Это правильно. Делить его с женой в Казахстане не нужно. Стоит ли надеяться на изменения со временем, если он сможет настоять на своем перед родителями? Стоит ли надеяться? Нет, не стоит, потому что получается, что всю свою жизнь, таким образом, вы кладете на авось перед другим человеком. Опять же, при адекватности вашей самооценки, то есть при условии, что у вас она в норме, а не занижена, да, это поведение неприемлемо. Если вы чувствуете, что, например, без этого мужчины вам будет плохо, или у вас самооценка занижена, да, то есть вы готовы, как бы, все это сделать, действуйте. То есть, действуйте, если готовы ждать, действуйте, подождите два-три года, но, опять же, имейте в виду, что вам никто не гарантирует ничего. То есть, есть вопрос в том, на что рассчитываете вы. Есть вопрос ваших интересов, понимаете. Если вы будете ждать, например, если будете ждать, то ожидание может, по факту, привести только к тому, что вы потеряете время. Вот. И все. По факту. Ожидание приведет только к этому. Если вы готовы, если вы готовы потерять свое время, если вы готовы его потратить, вот так, если вы потом не будете об этом жалеть, если вы сможете быть, значит, благодарны своему парню за вот эти вот годы, если вы от него сами ничего не ждете, не будете ждать, вот, то, так, в таком случае, Вполне возможно, значит, сделать то, о чем вы говорите. В таком случае это вполне реально. Но нужно, нужно учитывать те аспекты, которые я сказал. Я не знаю, насколько вы, значит, предрасположены воспринимать информацию, да? Поэтому хотел бы просто дополнить, что... Ваша позиция в этом аспекте, она достаточно детская. То есть, такое впечатление, такое ощущение, что вы как будто не готовы... Не готовы принимать реальность, такой, какая она есть. Боитесь ее принять. Боитесь проанализировать, увидеть, что мужчина откровенно спасал. Что он не готов самостоятельно принимать решение. Вот. И детская позиция, которая привела вас по факту ко всей этой ситуации, да? Вот. Она будет и дальше вам вредить. То есть, смотрите. Смотрите. Были отношения с молодым человеком, которые длились около четырех месяцев. Парень вообще показывал, что я ему дорога, даже предложил выйти замыз, я ее даже не дала. Конкретный ответ, но за временем эти отношения закончились с боевой инициативой, так как мы технически не могли быть вместе. Что это значит? Технически не могли быть вместе. Да? Дальше. С ним у меня была половая связь. Четыре месяца это срок достаточно небольшой для половой связи. Поэтому здесь вот первый момент. По какой причине так быстро? Да? И, собственно, замужество тоже достаточно быстро. То есть четыре месяца это не срок для замужества. Для замужества. Дальше. Через небольшое количество времени у меня появился другой парень. Тут тоже момент. Что не прошло достаточно времени после отношений. После завершения одних отношений. Как вы уже начинаете другие отношения. То есть, по сути, из огня до в полы, да? То есть, коррентлином вышибают. Вам бы побыть одной. Вам бы подумать. Вам бы восстановиться. Проанализировать, что вы сделали. Что вы сделали не так. Вот. В отношениях, когда такая ситуация произошла. 50% ответственности за это несете точно вы. Но нет. Вы сразу через небольшое количество времени вступили в отношения с другим мужчиной. Оба молодых человека знакомы между собой из одного города в Казахстане. Если честно, я не верю в подобную случайность. То есть, чтобы вы не знали о том, что эти ребята знакомы, что они из одного города. Ну, это очень маловероятно. Дальше. Второе отношения для отслужива больше 1,5-1,5 года нынешний парень ждал, когда я смогу переехать в США к нему. Здесь, здесь вот. Тонкость. Вы говорите. Вся история будет происходить на территории США. Это означает, что оба парня, как я понял, были у вас на территории США. Если оба парня были у вас на территории США, то для чего вы вступали в отношения с первым парнем, если у вас был второй парень, который ждал, когда вы сможете переехать к нему в США? Да. Кстати, а по какой причине он вообще ждал, что вы приедете к нему? Почему он сам, например, не устроил вам приглашение? Ну, можно же вроде как пригласить что-то еще. То есть, ну, вот эта довольно пассивная позиция здесь, на мой взгляд. Прослеживается. Дальше. Значит. Так. Сейчас мы живем вместе уже больше полгода. Его родители, они в Казахстане знают обо мне, вроде, нехорошее отношение ко мне. Какое вам дело до их родителей? Понятно. Так, я следовательно помогал их сыну, когда у него были проблемы. То есть, если вы выступаете уже в роли спасителя, в роли мамы. А ваш молодой человек выступает в роли ребенка, в роли жертвы. Мой бывший молодой человек в данное время вернулся в свой родной город и начал рассказывать, что мой нынешний парень живет с девушкой, которая бегала за ним. Бывшим и сам Хасанас спровоцировала стать. Опять же. Опять же. Довольно странное поведение мужчины, если он расстался с вами по вашей, ой, по своей инициативе, а после рассказывает насчет, такие вот истории про вас. На мой взгляд, это как-то нелогично. Обычно люди делают так, ну, из-за обид. Обычно люди делают так, из-за каких-то, ну, нереализованных желаний, что ли. Вот. А здесь у вас парень, который вроде как с вами расстался, расстался добровольно, перед вами изменился, а потом начал рассказывать. Это первое. Второе. Второе. А рассказывал он, ну, рассказывает он своим, значит, ну, своим сверстником, да, вот, своим, ага, значит, ну, своим сверстником, своим друзьям. Вот. А родители вряд ли, родители вряд ли об этом узнают. Вот. Поэтому тут тоже, тоже, тоже момент, момент такой. Вот. Ну, опять же, опять же, нелогично выглядит поведение парня. Понимаете? Вот. То есть, ну, зачем им вот так портить вам жизнь? И вот эта вот история, что они из одного города, то есть, как бы, они знакомыми за собой, вы говорите. То есть, это, опять же, вряд ли могла быть случайно. То есть, вы стали, по сути, вы стали, эмммм, с сверстником любовного треугольника. И играете вы в игру, подеритесь, скорее всего. Вот я вам рекомендую с этой игрой ознакомиться. Я не знаю, кому именно он об этом рассказал, насколько я поняла, просто сверстником. Откуда вы это узнали, кстати говоря? Кто-то из друзей спросил у моего парня, правда ли это, а какое им дело до этого? Откуда вообще эти третьи лица появились в ваших отношениях, в личных отношениях? А то, что имеет какое-то значение для вашего мужчины? Если да, то это, опять же, всегда будет иметь значение, мнение и отношение третьих лиц. Вы готовы к этому? С этого момента начались проблемы. У кого? Мой парень сказал, что не сможет познакомить меня с родителями и привезти домой, так как эти слухи точно дойдут до родителей, и мама будет приступать папу его проступить. Ну и не надо привозить вас к родителям. Зачем? В чем проблема? Ну, он не привезет вас к родителям. Родители не будут знать, с кем вы живете. То есть, с кем он живет. А если он на американке женится, например? Вот. Или они обязательно хотят его женить на русской? Знаете, какая история? Вот насколько мальчик самостоятельный, да? Если он не самостоятельный, тем более, если вы играете роль мамочки для него, то это скорее всего не изменит. Потому что, ну, я знаю, в общем-то, как минимум, мужчину, которым, ну, как минимум, несколько людей, которым запрыться, да, было. И которые все равно пошли на поводу у своих родителей и традиций. То есть, то есть, традиции здесь слишком, слишком сильны. Понимаете? Если за полтора года он не поменялся, то он уже не поменяется без работы терапевтической. А он говорит, что ему делать, так как родители женят его на другой. Ну вот, опять же, понимаете, это жертвенная позиция вашего молодого человека. Он либо понимает, что он жертв и что он хочет ситуацию изменить, и работает с психологом, меняет ее и становится самостоятельным. Либо нет. И вам уже решать, на каком тогда месте вы будете в его жизни. Я не понимаю, так как он не зависит от них никак. Потому что живет в другой части мира. Эти традиции, привязанные со зависимостью, это всего гораздо более сильные аспекты, чем географическое положение. Он говорит, что не хочет меня терять, и что он готов сделать для этого, однажды, когда спросил, что уложит ли обязательный сашханник, например, Анатольсия, его же нет там. Ну, то есть, это вот, совсем эгоистичная позиция. То есть, вас, мужчина, это, по сути, мальчик. Мальчик, просто ребенок, еще. Я думаю, дом, чтобы поговорить с твоим бывшим, попросить его, доказать рот и помочь мне в данной ситуации. Идея хорошая, но ваш мужчина, он, он уже проявил слабость, и он этот слабость, еще раз повторю, без посторонней помощи не сможет побороть. Боюсь, чтобы не ухудшить, не ухудшить этим все. А что именно ухудшить? Вопрос. Как вы считаете, как мне быть в данной ситуации? Сказал, я хочу быть с этим парнем. Для чего? Зачем? Вы не написали, что любите его. Я не собираюсь сегодня лично в Казахстане. Это правильно. Стоит ли надеяться на изменения со временем, что он сможет настоять на своими перед родителями, так ему 21 год? А раньше, что через 2-3 года он не сможет поехать домой, может измениться со временем? Мне это не стоит, потому что это слишком неопределенно и слишком долго. Забыл сказать, что они мусульмане, и парень говорит, что моя религия не имеет значения, не имеет значения только благая репутация, которая будет позорна для его семьи. Знаете, в жизни у людей есть на самом деле всего лишь два пути. Первый путь это идти на поводу у семьи. То есть, ну, просто идти вот на поводу у семьи, на поводу того, как семья говорит. Это не требует самостоятельности, это не требует собственных усилий, это вообще ничего не требует. Это даёт защищённость, даёт стабильность, даёт по сути дела полную, так сказать, полное спокойствие. Есть другая позиция, когда человек действует сам, но для этого нужна уверенность в себе, для этого нужна самостоятельность, для этого нужно полное принятие в себе и свобода от стереотипов. Этого у вашего молодого человека нет. И если он действительно не хочет вас терять, то он обязательно выбирает себе психолога и поработает с ним, для того, чтобы психолог помог ему освободиться от этих стереотипов и понять, что важны не они, а чувства. Либо, если мужчина считает, что его семья действует правильно, и что традиции нельзя нарушать, и он не хочет их нарушать, то в таком случае, ваши отношения полностью бесперспективны. Поэтому, сначала выясните у мужчины, как он относится к тому, что происходит. Хочет ли он поменять, считает ли эту позицию правильно, считает ли ваш молодой человек, что эта информация станет позором для семьи, считает ли молодой человек справедливым, что его женят на другой, а не он сам выбирает, на ком жениться. Если молодой человек с уверенностью скажет, что да, это правильно, вот вы в этот момент, по сути дела, получите признание в том, что вы всегда будете на вторых родах. Если мужчина высказит сомнение в том, что это правильно, сомнение в том, что это верно, сомнение в том, что это действительно так страшно, а это не что иное, как преувеличение, в таком случае ему нужна помощь для того, чтобы эту ситуацию преодолеть. И в этом случае вы можете с ним оставаться, чтобы вместе с ним построить ваше новое совместное будущее, в том числе и его новую жизнь. Но в этом случае необходимо быть готовыми к тому, что будет сопротивление, будет негатив, будет попытка вас рассворить, будет психологическое давление и так далее. Готовы ко всему этому? Сюда вперёд. Вот что я могу сказать. Но прежде, 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 я бы рекомендовал вам поработать с собой, потому что слишком уж по-детски вы себя ведёте. Вот не знаю, насколько вы хорошо воспримите данное высказывание, но слишком по-детски вы себя ведёте. Вот так. Вот так. И помните, пожалуйста, что за свои действия, любые действия нужно отвечать. Вот. По факту, по факту, вот вы были бы правы на все сто процентов в своей позиции, да, что мужчина у вас там, значит, безвольный, что всё изменится, что он должен стоять. Вот были бы вы правы на сто процентов, если бы, если бы, не, ну-ну. Вы выбрали мусульман, у мусульман таких правил, вам эти правила нужно уважать. Вы, одно впечатление, что выбираете мусульман, совершенно не думая о том, что у них могут быть какие-то правила, у них могут быть какие-то свои собственные установки на этот счёт и так далее. Что ещё добавить? Что ещё добавить? Ага, вот смотрите, вы пишите, к сожалению, я не раскрыла всю ситуацию целиком, да? То есть, писали вы на эмоции, писали вы в эмоциональном состоянии, писали вы не анализируя, правильно? И вот мне кажется, что подобное состояние, состояние не анализа, состояние эмоций, по сути детское состояние, да, по сути бунтарское состояние, да, порывистость, эмоциональность, это то, что с вами постоянно. И это достаточно негативно сказывается на вас. Потому что с таким подходом, без умения остановиться, посчитать до десяти, успокоиться, и свободным, холодным взглядом, проанализировать всё то, что происходит. Знаете? Вот это умение, оно вам нужно. Потому что взрослая жизнь без этого невозможна. Врослая жизнь без этого невозможна. И принять решение... ...принять решение... ...вам... ...нужно... ...самой. То есть, мы за вас... ...это... ...это решение принимать не можем и не должны. Понимаете? Это не наше решение. А вы... ...как бы... ...как бы... ...как бы... ...вы хотите, чтобы это решение мы приняли... ...приняли за вас. Вы говорите, стоит ли мне надеяться? Вот если... ...если... ...если... ...вам научиться... ...научиться... ...ээ... ...управлять своими эмоциями, если вам научиться анализировать... ...если вам... ...разобраться со своими собственными... ...ээ... ...чувствами... ...переживаниями... ...ээ... ...значит... ...конфликтами... ...желаниями... ...да... ...потому что... ...потому что вот... ...ваши желания... ...ээ... ...отдельный разговор... ...да... ...чего... ...стоит... ...ээ... ...только... ...вот... ...половая связь, да... ...ээ... ...ээ... ...ну... ...с мужчиной... ...вот... ...ээ... ...скорее всего вы знали о том, что другой вас ждёт... ...то есть вот... ...вот... ...ваши желания... ...они тоже подлежат... ...ээ... ...ээ... ...адаптации... ...ээ... ...адаптации... ...к реалиям... ...жи... ...к реалиям... ...эээ... ...того, что... ...вот... ...вот... ...ваме происходит... ...понимаете? ...и вот если всё вот это вы сделаете... ...если всё вот это вы... ...эээ... ...эээ... ...проанализируете, проработаете... ...я думаю... ...что никаких проблем... ...не будет... ...ни в принятии решений, ни в выработке... ...дальнейшей... ...эээ... ...линии вашего... ...вашего... ...поведения... ...воспитаю... ...всё будет понятно и так... ...я более чем... ...в этом... ...уверен... ...ну вот... ...более чем в этом я уверен... ...сважно? ...поэтому... ...хмм... ...начните с личной ответственности... ...начните с того... ...ээээ... ...что... ...что... ...подумайте... ...что конкретно... ...лучше... ...лучше... для вас вот, конкретно подумайте, что конкретно лучше для вас и дальше, вот, собственно в том ключе, в каком я вам сказал на этом все я надеюсь, что мой ответ был полезен вам, вроде бы ничего не упустил если у вас остались вопросы вы можете задать мне их в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен, если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи